Ровно месяц прошел с тех пор, как в парке Аллея Любви свой дом обрели белки, претендующие на звание самой популярной достопримечательности, которую все хотят видеть, но не каждый может это сделать. Жители недоумевают, почему зверьки так долго не выходят из гнезд. К нам в руки попали видеозаписи камер, которые наглядно демонстрируют некоторые причины затворничества рыжих красавиц. Второклассник Денис Топорков, воспитанник станции юных натуралистов, вместе со своим наставником Николаем Додоновым регулярно посещают жилища белок. Денису это занятие нравится. В мечтах юната, когда он приходит в вольер, белки сами прыгают на руки и просят еду. Но пока зверьки не то, что в руки не даются, даже показываются из своего домика редко. Конечно, животные ещё не освоились, их всё ещё пугает шум, но с наступлением летней жары они в любом случае больше времени будут проводить на свежем воздухе, уверены зоологи. Они предпочитают более тихое, спокойное место, до местности до конца ещё не обжились. Также, вполне возможно, самки выносятся в состоянии беременности, поэтому они очень желают покинуть свои жилища. В основном белки выходят на прогулку рано утром и поздно вечером, когда смолкает городская суета. Возможно, они бы и днём начали путешествовать по вольеру, но нетерпеливые гости из числа людей, страждущих приобщиться к созерцанию дикой природы в городских джунглях, порой проявляют крайнее нетерпение. Все эти попытки личной встречи двух цивилизаций фиксируют камеры видеонаблюдения, направленные на беличьи апартаменты. Просунуть сквозь решётку палку и постучать по гнезду, залезть на клетку – это ещё полбеды. Страшнее всего для лесных зверьков травля собаками, которая, к сожалению, имеет место быть в парке, где выгул собак запрещён. Собаки всегда инститивно нападают на маленьких существ. У них включается институт охотника и начинают нападать, лаять, чрезвычайно вызывают у белок стресс. Поэтому нежелательно подходить близко белкам. Так и для самой собаки, потому что может агрессивно подействовать, да и даже укусить хозяина. И для самих белок, потому что тоже вызывает стрессовое состояние у животных. Винить собаку в том, что она хочет поймать белку, нельзя. Ведь как ни крути, собака – охотник, а белка – дичь. Чтобы лесные гости начали чувствовать себя в Славянске как дома, стоит соблюдать очень простые правила, которые понятны даже детям. Когда ты приходишь, нужно вести себя тихо, не кидаться камнями и просто наблюдать, что они делают. А если ты пришёл с животными, не надо, желательно, чтобы они уходили подальше. А то они могут ещё напасть на белок и может произойти несчастье, что белка умрёт. Те, кто гулял по паркам Краснодара или Санкт-Петербурга, знают, что белки – животные не из робкого десятка. Хвостатые жительницы парков в мегаполисах запросто могут подсесть на лавочку и клянчить еду. Но для этого они должны чувствовать себя в безопасности и создать эту атмосферу на аллее любви в наших с вами силах. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».